Россия изо всех сил пытается вытянуть себя за волосы из ситуации мировой изоляции. С 3 по 6 сентября Кремль сделал очередную попытку провести масштабное мероприятие в России, заявленное как международное, именно Восточно-экономический форум во Владивостоке. Там Путин выступил перед воображаемыми международными друзьями. Изолировать Россию сделать это невозможно. Изначально было заявлено, что в форуме примут участие 6 тысяч гостей из 76 стран. Однако по факту единственными высокими гостями стали премьер Малайзии Анвар Ибрагим и представитель КНР, заместитель председателя Ханчжен. Абсолютно тупое решение. Хотя даже после начала российской агрессии в 2014-м и аннексии Крыма на этот форум слетались азиатские президенты и премьеры. Так, в 2016-м мероприятие во Владивостоке посетили тогдашние премьеры Японии Синзо Абе и президент Южной Кореи Пак Кынхе. Зато в 2024-м делегации из Казахстана, Индии, Сингапура и Филиппин были представлены только на уровне послов. Даже страна-сателлит России Беларусь не прислала никого выше рядовых дипломатов во главе с послом Беларуси в России Александром Рогожником. Это при том, что белорусы находятся практически в энергетических заложниках у Кремля. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь. Ведь Белтрансгаз является стопроцентным дочерним предприятием российского Газпрома. В своих выступлениях Путин якобы намеренно делал акцент на странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Мне показалось, или я правда не услышал ни одного слова про Украину. А разве эта страна относится к АТР, Азиатско-Тихоокеанскому региону? Зато КТР, несомненно, относится к Китаю, который одной рукой гладит дикую Россию по шерсти, а другой прибирает к рукам ее ресурсы. И пока Путин распинался на так называемом международном форуме во Владивостоке, председатель Си отказался кредитовать Россию в юанях. Переговоры Кремля с Китаем о выпуске российских суверенных облигаций в юанях длятся уже целых 9 лет. После начала полномасштабной войны против Украины Путин вновь пытается возобновить эту идею, чтобы привлечь деньги китайских инвесторов и заменить ими западный капитал. Однако в ответ в Поднебесной разрешили России выпустить лишь пандабонды, то есть кратко среднесрочные ценные бумаги. Они продаются только на внутреннем рынке КНР, а чтобы вывести деньги за пределы Китая требуется специальное разрешение, то есть без особого позволения Си Цзиньпина деньги остаются внутри КНР. Собственно, присутствие во Владивостоке китайского зама правительства Ханчжена Путин использовал, чтобы добиться встречи с лидером Китая на фоне проблем с российскими банковскими платежами. Как сообщает издание The Moscow Times, кремлевский главарь попросил Ханчжена помочь ему организовать такую встречу во время саммита БРИКС в Казани, который стартует с 22 октября. Кстати, БРИКС, межгосударственное объединение девяти стран Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, УАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, может пополниться новыми членами. 3 сентября официальная Анкара подала заявку на вступление в эту организацию. То есть, с одной стороны, Турция по-прежнему называет Крым только украинским и стремится выступать посредником в переговорах с Россией, будь то обмен пленами или перевозка зерна. С другой, заждавшись приглашения в ЕС, турецкий лидер решил присоединиться тем временем к альтернативному союзу. И хотя БРИКС – это больше история про лидерство Китая, чем России, возникает вопрос, а действительно ли токсичность России адекватно воспринимается всеми участниками международных процессов, или в некоторых странах готовы прикрывать нос для решения личных интересов? Ведь еще одна страна Азербайджан подала заявку на участие в БРИКС. Возможно, так Баку ищет сближение опять-таки с Пекином, а не с Москвой. В 2023-м товарооборот между Китаем и Азербайджаном вырос почти на 50% по сравнению с предыдущим годом и превысил сумму в 3 миллиарда долларов. Однако заявку на участие в БРИКС официальный Баку подал на следующий день, после визита туда Путина, того самого преступника, которого Международный уголовный суд готов арестовать за похищение украинских детей. Визит Путина в Азербайджан 18-19 августа многие восприняли как попытки Баку заигрывать с Кремлем. С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину республика Азербайджан на словах осудила российскую агрессию, но не более. Страна оказывала только гуманитарную помощь Украине, но не военную. За поданные украинским постпредом в ООН резолюции не голосует. Да и на саммит мира в Швейцарии не прислала даже посла. Азербайджан является также государством автократического толка, в то же время действует оно довольно прагматично, с одной стороны сохраняя теплые отношения с РФ, но с другой стороны подчеркивая приверженность территориальной целостности Украине и предоставляя нашему государству обширную гуманитарную помощь, а также помощь нашей энергетике. Поэтому Азербайджан в данной позиции очень похож на позицию того же Эрдогана и Турции. В отношениях Азербайджана с Россией важную роль играет и вопрос Нагорного Карабаха. Это область между двумя странами, где большинство составляли этнические армяне. После распада СССР этот регион стал камнем преткновения между Арменией и Азербайджаном. Первая Карабахская война пришлась на 1992-1994 годы, а вторая началась в 2020. Армения рассчитывала на так называемые миротворческие силы России, которые располагались в регионе. Однако в сентябре 2023 года Баку восстановил полный контроль над регионом. Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал Кремль за нарушение мирных гарантий безопасности для армянского населения Карабаха. Но дело было сделано. 9 сентября 2024 Армения передала Азербайджану полностью согласованный проект мирного соглашения. Но на всех стульях не усидишь. В попытке подольститься к лидеру Азербайджана Алиеву, Путин окончательно потерял влияние в другой стране. Армения мгновенно отреагировала на визит Путина в Азербайджан. Еще 12 марта 2024 года Никол Пашинян заявлял, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не выполнит своих обязательств. А 1 сентября после азербайджанского турне Путина он заявил, что Армения на всех уровнях заморозила свое участие в организации договора о коллективной безопасности. Непосредственно нынешнее состояние и непосредственно правительство Пашиняна и то, как себя повели союзники по ОДКБ, в который раз показали, что никакие союзы, никакие партнерства с Российской Федерацией не приводят к желаемому результату. Наоборот, это потери, это проигрыш, это обман, ну и в конце концов это предательство. Поэтому то, что заявляет Пашинян о заморозке участия Армении в ОДКБ, это лишь вершина айсберга тех нереализируемых возможностей, о которых, очевидно, говорил Кремль, затаскивая государство в такое себе антинато, но в итоге другие государства-члены ОДКБ увидели, что миф оружия российской армии полностью сломлен, а наоборот не делается ни одного движения для отстаивания интересов. Ранее премьер Армении заявил, что как минимум две страны ОДКБ участвовали в подготовке войны, по результатам которой Азербайджан вернул под свой контроль сначала часть территории Нагорного Карабаха, а затем и весь регион. Речь тут не только о России, но и о Беларуси. Видимо, картофельный диктатор Лукашенко припас карты с четырьмя позициями и для Армении. Тем временем в Азербайджане уверены, что договорятся о транзите через Украину российского газа. Собственно, это было главной темой переговоров с кремлевским главарем. Транзитный договор с РФ истекает в конце этого года. Президент Украины Зеленский заявил, что новый транзит через Украину можно обсудить, если речь будет идти о поставках не российского газа в Европу, а, например, азербайджанского. Однако эксперты уверены, на деле голубое топливо Азербайджана будет запятна на триколором. Фактически газ в трубе территории Украины будет с территории Российской Федерации. Очевидно, азербайджанское голубое топливо будет идти по взаимоучету уже с российской стороной. Также есть много проектов интересных Азербайджану в русле общения с Российской Федерацией. Ну, как минимум, это транспортный коридор север-юг, где должно быть задействовано несколько стран, в частности РФ, Азербайджан, Иран, Индия, для того, чтобы получить новый транспортный коридор непосредственно до Индийского океана. Также Азербайджану интересно сегодня все-таки дальнейшее сотрудничество по теме энергетики. Но есть у Азербайджана и России камень преткновения – Зангизурский транспортный коридор. 40-километровый международный коридор, который проходит через Армению. По завершении военных действий в Карабахе вопрос об открытии этой магистрали снова актуален. Но главный вопрос остается на повестке, кто будет его контролировать. Ведь именно эта сторона будет осуществлять таможенные проверки и получать транзитную пошлину. Как оказалось, Кремль хочет влезть и сюда, и договориться с Баку, чтобы Зангизурский транспортный коридор контролировали российские ФСБшники. Путин не оставляет попытки обойти справедливые санкции США, введенные на жестокую агрессию в центре Европы. 9 сентября 2024-го стало известно, что российский завод по экспорту сжиженного природного газа, находящийся под санкциями, впервые отправляет партию в Азию. Это при том, что судно Эверест Энерджи с грузом летом попало под санкции США из-за его связи с подозреваемым темным флотом, а его судоходный сертификат аннулирован. Предположительно, судно направляется в Корягское топливное хранилище на Камчатке или к импортному терминалу в Азии. Фактически, такой маршрут подвергает опасности экипаж, ведь ему придется пересечь арктический торговый маршрут, который полностью замерзает зимой в северном полушарии. Однако в Кремле ни перед чем не остановятся, чтобы хоть как-то расширить поставки газа. Тем более, что китайско-российский проект «Сила Сибири-2» окончательно заморожен. Однако в этом на форуме во Владивостоке Путин своим согражданам не признался, вместо этого завел шарманку о возможном рестарте другого газопровода – «Северный поток», который вследствие загадочной диверсии перестал функционировать в сентябре 2022-го. Давайте нам турбины, мы завтра включим «Северный поток-1». Для возобновления работы «Северного потока-2» и поставок газа в ЕС достаточно только кнопку нажать, добавил Путин. Кремлевскому главарю лишь бы кнопки понажимать, то ядерные, то газовые. Главное не перепутать. После Азербайджана Путин направился в Монголию. Вероятно, чтобы пропагандисты на Раша ТВ окончательно убедили население, а Россия оказывается никакой не изгой. Хотя, вероятно, российскому главнокомандующему просто не очень хотелось возвращаться домой и разруливать ситуацию с Курской областью, где полным ходом идет специальная военная операция ВСУ. Визит в Улан-Батор был связан для Путина с минимальным, но все-таки риском, ведь Монголия ратифицировала Римский устав 2002 года. А это обязывает ее соблюдать условия этого устава, в частности арестовать преступника, на которого Международный уголовный суд выдал ордер. Впрочем, этого не случилось. Вместо полиции Путина ожидала красная ковровая дорожка. Кроме того, матерому похитителю детей даже выдали отдельного ребенка для целования. Справедливости ради, некоторые монголы таки вышли на протест против визита кровавого кремлевского диктатора с большим украинским флагом, однако фактически Монголия нарушила Римский устав, не арестовав преступника Владимира Путина. Прецедент касательно Путина и Монголии должен быть рассмотрен на ассамблее государств членов Римского статута и Международного уголовного суда. В конце года должна состояться эта ассамблея. Поскольку Украина ратифицировала Римский статут, мы имеем полное право поднять этот вопрос вместе с нашими партнерами. Очевидно, что необходима модернизация, необходима реформа для того, чтобы нарушение ордера на арест несло серьезное обязательство и санкции против государства, которое нарушило соответствующее предписание Международного уголовного суда. Впрочем, могла ли зажатая географически между Россией и Китаем страна осуществить этот арест? Оставив Путина под арестом, на своей территории монголы бы поставили себя под удар очередной специальной военной операции. В Кремле бы быстро сочинили, что Улан-Батор – это исконно русские земли, и принялись истреблять чингисхановцев, как известных противников русского мира. Кроме того, Монголия тотально зависит от российских энергоресурсов, и поэтому перед угрозой нарушить международное право или лишиться света и тепла выбрала первое. И все же, отказавшись арестовать Путина, Монголия, по сути, как бы оправдывает его военное преступление и становится, если не соучастником, то молчаливым соглядотаем военных преступлений. Мог ли великий чингисхан представить, что через тысячу с лишним лет после его правления монголы будут прогибаться под потомков Мокшей? В 1252 году его внук хан Батый разрешил Александру Невскому управлять Тверью, а в 2024-м уже монголы бьют челом перед прибывшим из Москвы и царком. Кремлевский чекист не ожидал, что маленькое СВО против Украины затянется на годы и приведет к рекордному количеству санкций против России. Однако верный ГБшной привычке занял выжидательную позицию. Проиграв ряд битв на международной арене, он все-таки надеется выиграть войну и готов за это пообещать что угодно, выполнять-то не обязательно. В перспективе Путин попытается отыграть еще несколько международных позиций, если его пригласят на инаугурацию нового президента Мексики, а также если ему удастся осуществить в ноябре визит в Бразилию. В диалоге с этими странами Путин ловко снимает маску имперца и пытается разыгрывать антиамериканскую карту. В ситуации, когда мир делится на разные полярности, Российской Федерации легче сегодня говорить с определенными странами глобального юга, играя, например, на теме антиамериканизма, что, собственно, и делает сегодня кремлевская власть. Поэтому это сейчас серьезный геополитический вызов и для Украины, как государства жертвы от российской агрессии, и для стран западного мира, которые пытаются доказать свое лидерство, общемировое лидерство. Впрочем, каждый, кто пожимает испачканную в крови руку военного преступника Путина и заключает с ним договора, должен помнить, договор с дьяволом всегда плохая идея и кремлевский дьявол не исключение.